Фестиваль «Успенские встречи» в сельском Доме культуры проходит уже в восьмой раз. Однако впервые музыканты и поэты встречаются в ДК после его реконструкции. Новый зал, уютный холл, прекрасно оборудованная сцена. Современный подход к организации таких мероприятий по достоинству оценили его участники. Приезжают разные поэты из литературного объединения «Парнас». В этот раз приехали такие известные поэты, победители конкурса «Одинцовские самоцветы», как Николай Васильевич Бакушин, как Татьяна Федорова, Галина Лихачева, Любовь Галецкая. Фестиваль в Успенском – это встреча двух литературных объединений – «Парнаса» и «Успенских вечеров». Участники обмениваются своими поэтическими впечатлениями о жизни, творчестве, любви и, конечно же, о России. Произведения звучат особенно проникновенно, потому что идут из глубины души. Тут и роскошь позолота, тут и церкви тюрьма, тут и ярмарок ворота, тут погост и тут тюрьма, и бескрайние просторы, и заветный уголок, рощи осенние уборы, лето луговой платок. По знакомой тропке, редким лесом, в гости я иду к Москве-реке, вижу я через ветвей завесы, заблестела змейкой вдалеке. По пути все те же заросли крапивы, недотрога чуткая цветет, ручеек знакомый, говорливый, песню прежнюю свою поет. Малая родина участников фестиваля – Одинцовский край. Воспоминания о детстве, Москве-реке, об убегающих вдаль тропинках и нежном весеннем солнце сменяются темой уважения к поколению, защищавшему отчизну в годы войны. В руках у Людмилы Баукиной портрет ее родственника Алексея Баукина, который был военным летчиком. Видно, небо ей стало традицией, до сих пор по нему родня учиться. Но Алеша из них самый первый, до конца был профессии верным. Все село поднимало вверх лица, если он над домишками учится. Успенские встречи – тот самый момент, когда соединяются музыка и поэзия, говорят организаторы. Сплетение этих творческих направлений позволяет более точно воспринять авторскую мысль и прочувствовать музыкальные произведения. Для авторов, ежегодно принимающих участие в фестивале, Успенские встречи становятся ярким впечатлением, вдохновляющим на новые творческие свершения. Мария Пьепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».